Никаких доказательств сожжения останков императорской семьи и их слуг на руднике практически нет. Почему? Потому что в кострах найдены только обгоревшие предметы, одежды и вещи, остатки вещей императорской семьи и их слуг. Там, кстати, нет и осколков от керамических сосудов, в которых содержалась серная кислота. Так что же произошло на самом деле? Вот та самая записка комиссара Войкова о выдаче со склада серной кислоты. Известное заявление Войкова об убийстве. Мир об этом никогда не узнает. На что генерал Дитерихс возразил. Войков выразился не вполне точно. Мир никогда не увидит тел убиенных членов августейшей семьи. Мы задавали специальный вопрос экспертам-судебным медикам. Можно ли сжечь тела на кострах вот при таких условиях, как это описано у Соколова и у людей, которые запускают подобные легенды? Отвечаю категорически. Нельзя. Даже при самых современных средствах кремации, ну вот когда сжигают труп в крематории, остается тем не менее около трех килограммов костная, не совсем сгоревшая масса. Это получается, что если сожгли 11 человек, вот уже должно быть больше 30 килограммов косточек. Надо отдать должное следователю по особо важным делам Соколову. Он не прекращал попыток обнаружить останки и получил свидетельства, которые указывали на другое место их сокрытия. В нескольких километрах от раскопок на Ганиной яме, рядом с железнодорожной будкой номер 184. Именно здесь происходили странные события в ночь на 19 июля. И очень подробный рассказ отца и сына Лобухиных. Времени не было на то, чтобы все это проверить показания. 11 июля он получил приказ собрать все вещи, дела, документы следствия и выехать из Екатеринбурга. В 1919 году Соколов через Сибирь и Дальний Восток чудом выбрался из России, охваченной гражданской войной. Своё следствие он продолжил уже во Франции. Но в 1924 году Соколова нашли мёртвым во дворе его дома в городке Сальбри. Он так и не успел закончить следствие и издать свою книгу «Убийство царской семьи». Вместе с Соколовым Россию покинули все собранные следствием по делу романовых материалы, и убийцы сочли это дело навсегда закрытым. Казалось бы, никаких зацепок не осталось. Тем не менее известно, что ещё в 1928 году в Екатеринбург в советское время, носившее имя Свердлова, приезжает Маяковский, и вскоре появляется стихотворение «Император». Здесь кедр топором перетроган, зарубки у корня горы, у кедра под корнем дорога, а в ней император зарыт. За Исетью, на девятой версте, так обозначил это место пролетарский поэт. Маяковского привозил туда председатель исполкома Свердловского совета Парамонов. Участники Екатеринбургского злодеяния, записавшие себя в герои революции, рассказывали своим о расстреле и устраивали экскурсии по Коптиковской дороге. А это могло означать, что останки существуют и имеют вполне конкретное место расположения. Но как его найти? Многогранную плодотворную деятельность трижды Героя Советского Союза Где-то на уровне 1975 года я пришел к Щелокову, министру внутренних дел СССР, и сказал, что я хочу поехать в Екатеринбург, показать рожденную революцию, какую-то очередную серию. Щелоков прекрасно к этому фильму относился. Он говорит, да, замечательный город, я там был, я там проводил совещания. Но вы знаете, говорит он мне, прежде чем начать это совещание, я сказал начальнику управления, отведите меня в дом Ипатьева. Я хочу постоять на том месте, где упали Романовы. Я замер. Речь отнялась, язык отнялся. Я не знал, что я должен говорить. Гелий Рябов, затеяв поездку в Екатеринбург, надеялся получить там хоть какую-нибудь информацию об убийстве царской семьи. Ведь в то время интересоваться этим было опасно. И вдруг нашел в лице Щелокова неожиданного союзника, который помог Рябову получить в спецхране труд Соколова, а также встретиться с сыном Якова Юровского, контр-адмиралом в отставке. Он передал Рябову копию записки отца о расстреле царской семьи. Я вернулся с этой запиской домой, взял свои записи из труда Соколова, сравнил, и место открылось, как помановение в волшебной палочке. По записке Юровского события 18-19 июля 1919 года разворачивались так. Большевики отвезли тела императорской семьи из дома Ипатьева на Ганину яму. Там раздели трупы и сожгли одежду. Потом тела хотели сбросить в затопленную шахту, но обнаружили, что вода в ней замерзла. Решено было воспользоваться другими шахтами, ближе к Екатеринбургу. Тела снова погрузили в машину и повезли назад по Коптяковской дороге. Не доехав до места, грузовик увяз в болотистом лагу. Ночь была уже на исходе. И тогда Юровскому приходит мысль захоронить тела под дорогой. Спешно вырыли яму. На этом месте было болотце. Бросили в эту яму тела царской семьи. Залили всех кислотой. Изуродовали лица прикладами винтовок. И решили, что навсегда этот секрет будет скрыт от людей. Захоронение закрыли шпалами, которые лежали рядом с железнодорожной будкой, недалеко от дороги. Создавалось впечатление, что команда Юровского набросала мостик из шпал только для того, чтобы мог проехать застрявший грузовик. Конечно, записка Юровского подвергается критике. Во-первых, это воспоминания. А грамотные люди знают, что такое воспоминания. Они носят субъективный характер. И в науке к ним недоверчивые отношения. Надо как бы психологию и идеологию понять чекиста, большевика. Врать перед партией, фальсифицировать перед партией. Он понимал, чем это могло быть закончено. Он писал эти воспоминания 1922 года, которые сейчас хранятся в архиве президента. Он понимал, что с ними будет знакомиться высшее руководство партии. Настолько очевидно, что это все было правда. И настолько очевидно, что это хранилось в таком большом секрете, что не было нужды фальсифицировать. Понимаете? Гелий Рябов в подлинности записки не сомневался. И при первой возможности приехал в Свердловск. Там он стал разыскивать опытных краеведов и познакомился с Александром Авдониным, в котором сразу же обрел единомышленника. В 1978 году Авдонин со своим товарищем-художником Михаилом Кочуровым прошли всю Коптиковскую дорогу, но обнаружить мостик из шпал не смогли. Казалось бы, столько подсказок. И даже Маяковский указал на искомое место. Но где же, где же этот мостик? Только когда Кочуров залез на сосну, он смог увидеть с большой высоты очертания мостиков, топтанного в землю. После того, как взяли пробу грунта, сомнений уже не осталось. О находке сообщили Рябову. В 1979 году он снова приехал в Свердловск. Мы вскрыли шпалы и обнаружили останки. Мне эти ощущения трудно передать, потому что то, к чему мы прикоснулись, я не знаю, как это назвать, как это объяснить. Сказать, что это было невероятно, это пустые слова, все, что я могу сказать. Работу по поискам останков группа Рябова-Авдонина вела тайно. Ее участники понимали, что рисковали свободой и даже жизнью. Захоронение вскрывали без необходимых инструментов и знаний, без участия специалистов, поэтому неудивительно, что впоследствии их сенсационная находка вызвала недоверие. К тому же долгое сотрудничество Гелия Рябова с МВД и помощь в розыске, оказанной Щелоковым, сыграли с ним злую шутку. И я думаю, что во главе угла всего этого лежит вот это недоверие, прежде всего, ко мне. Я не вижу другого повода, другой причины. Мы собирались эти знания вместо сокрытия останков царской семьи передать в следующее поколение людей через наших детей. Я был абсолютно убежден, что, знаете, как в песне, у советской власти силы на века. Я в этом не сомневался. Прошло всего 12 лет, но ситуация в стране изменилась настолько, что Александру Авдонину удается добиться официального расследования по факту захоронения в Поросенковом лагу. Мне позвонил Александр Николаевич. Он сказал, что после всех публикаций, после всего, все должно ростить, есть предложение с разрешения Ельцина все это вскрыть. «Как вы будете это делать?» – спросил я Сашу. «Ну так, придем, вскроем. Придут эксперты, мы их пригласим». А вот здесь самый... Я говорю, Саш, о священнике. «Гелия, ну это, собственно, секретная операция. Ты что, с ума сошел, что ли? Это русель. Я не могу обращаться с такими предложениями. Это невозможно. Если это невозможно, – сказал я, – из этого ничего не выйдет». Вот ты помнишь мое слово. Ничего не выйдет. Череп человека с разрушенным лицевым отделом. Полусный училищ. Так. Отдел. Наш специалист Людмила Корякова была вызвана ночью. Если было сказано, что она должна вести археологические раскопки, они сказали, какие. Она была крайне удивлена, когда оказалась на месте раскопок. Был дождь. Территория была огорожена. Солдаты работали лопатами. И ей, как женщине, было очень трудно проявить волю в налаживании правильных раскопок. В результате значительная часть костей была утрачена. Позднее их удалось вернуть и как-то определить те костяки, кому и как они принадлежат. Эти кадры уникальны. Обнаружение останков в том самом месте, которое описано в записке Юровского. Очевидное сходство многих антропологических примет. Всего этого было бы вполне достаточно в 1918 году для признания их принадлежащими царской семье и приближенным. Но в 1991 году страсти по Романовым только начинали разгораться. Не была проведена конкретная историческая экспертиза. И когда я этого требовал, мне было заявлено, а что это такое? Ну, если вы не понимаете, что такое, обратитесь к специалистам. Специалисты вам расскажут, проведут эту экспертизу. А отсутствие этой экспертизы делает неполноценным рассмотрение этого уголовного дела, противоречит российскому законодательству. И тем самым у меня было и есть основания считать интерпретацию первого захоронения неполной, мягко говоря, недостаточно убедительной, что и вызывает многочисленные вопросы. Прокуратурой Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения неопознанных останков. Одна из версий была, не могут ли эти останки являться останками членов императорской семьи и их ближайшего окружения. И как в таких случаях обычно и происходит, была назначена экспертиза. Но с точки зрения идентификации, методы, применявшиеся на начальном этапе, не смогли дать убедительного результата, хотя не было получено уже тогда исключающих данных. Казалось бы, все сомнения в подлинности останков может снять и молекулярно-генетическая экспертиза. Мы установили, однозначно установили, я повторяю, пол всех девяти скелетов, половую принадлежность. У нас получилось пять женщин и четыре мужчины. Дальше из девяти человек мы нашли родственную группу. Эта группа состояла из пяти человек, из отца, матери и трех детей. При этом четверо других из девяти не имели отношения к этой родственной группе. То есть они были не родственники между собой, и каждый из них был не родственником любому из вот этих пяти человек. По матерински наследуемым генам мы сравнили мать семейства и трех дочерей с генами Виктории I, британской королевы. Эти же гены сохранились у принца Филиппа. Мы увидели полное совпадение их признаков. Другая ветвь у нас восходила к датской королеве Луизе Гессен-Кассель, которая была бабушкой императора Николая II. И такие же точно гены сохранились у графини Ксении Шереметьевой и у герцога Фаева. Вот в одном месте генетического кода увидели наложение двух букв.